на чем об этом карантине я подумала зачем они так вот это обособляют людей и я сейчас вижу как они буквально разгоняют людей как будто бы каждый пас по своей норке и это для того чтобы вот они это план такой чтобы подключаться вот они сделали вот эти вышки 5g пространство эфирное утяжелело она стала вязким тяжелым людей рассадили по клеточкам и идет волновое воздействие прямо от этой матки она включая запись я уже включил ведет мне приходит как волновая генетика то есть с помощью по это не это идет напрямую это идет напрямую идет три воздействия идет воздействие на эфир на эфирное пространство с помощью вышек 5g идет напрямую воздействие колдуны я хочу посмотреть кто берет участие в этом смотри я вижу что и организация какая-то вот они на вижу верхушка пирамиды а вот с этой пирамиды я вижу как собирается энергия всех людей как потому что вся система власти все люди находятся в этой пирамиде вот от первого уровня и до последнего находятся люди разных мне приходит как сословий то есть сами люди разделяются по этим рангам и и собирается энергия со всего со всех людей которые находятся в этой матрице которые каким-то образом то есть даже люди если они не знают что они в масонской пирамиде то они все равно в масонской пирамиде я вижу кто это я подумала кто это может быть я вижу что это вот студенты прихожане разных церквей сект прихожане секты эзотерические потому что это тоже религии я вижу что эзотерические секты они создаются очень легко самим основателем то есть я вижу что человек как бы сначала нормальный потом он начинает собирать вокруг себя группу я вижу это точно так же как я вижу групповые медитации то есть вот это стержень а вокруг как вокруг него эти люди собираются и когда их достаточно их не небольшое количество собирается в группу и создается эгрегор то есть создается это природы это природа физика создается вот этот вихрь энергетический и потом конечно же что эти вижу темный вот буквально это матка она я рассматриваю гипотетическую даже не гипотетическую а ту ситуацию которая с Еленой Гиллио произошла я ее рассматриваю как это произошло вот она образовала группу вокруг себя людей и был образован эгрегор 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 просто с тех энергий которые были у людей то есть естественный эгрегор и он это можно называть как вихрь или маятник как угодно эгрегор это не имеет значения как называть это такой вот как торнадо да и он очень легкий то я вижу такой легкий и такой прозрачный вот и людей собирается все больше больше и больше и люди приходят с своими вот они с подключками чем дальше тем больше приходит людей каких-то уже своими подключками и в этот момент я вижу это морда этого муравья и она вот так смотрит то есть она буквально у нее такие на морде есть как усики что ли рецепторы то есть она сразу улавливает где образовался этот эгрегор энергетический вихрь и она сразу же туда обращает свое внимание и сразу переподключается вот мне интересно было то почему вот это механизм если кто-то это то что я всегда говорила что человеку честному не нужно образовывать вокруг себя эгрегоры потому что она на этот его чистый эгрегор всегда будет попытка подключиться темным темные сразу и так же произошло сели энергии она заключила договор потому что не понимает как работают эти энергии во вселенной не понимает кто кто есть темный кто светлый и повелась на свои какие-то ну образно говоря грехи да вот и сейчас она находится полностью поглощена в этом темном эгрегоре и и вот это все он усиливается и усиливается но они темные это черные темные эгрегоры могут быть принадлежностью нашей системы у нас тоже есть энергии зла и энергии добра образно говоря это энергии созидания энергии разрушения и они находятся в балансе но это энергии они не характерны эти черные вот энергии это пришельцы вот это матка вот я ее вижу это как морда муравья я так думаю все таки что это муравьи потому что энергетически они соответствуют иерархии которые созданы муравейники и даже те энергии в виде таких бомбочек они тоже соответствуют форме и их этого брюшка потому что во вселенной все 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 логично и все соответствует и внешняя форма и организация соответствует внутренним программам и внутреннему эфирному ДНК я вижу что сейчас картинка идет что физические муравьи они очень организованы и очень умные у них как в армии законы у них фактически законы власти этой иерархии подчинения и распределения ролей очень четкие вот и такие же энергии они ядовитые вот яд считывается энергия яда вот почему люди себя чувствуют очень плохо потому что у них идет реакция отторжения и реакция аллергическая на эти энергии это эти энергии этих сущностей они очень скажем так находятся в энергетическом волновом диапазоне с противоположной стороны так как мы можем максимально поднимать свои вибрации и максимально приближаться к энергиям к фрактальным энергиям первоисточника и наполнять свое пространство внутреннее и внешнее энергиями фрактальными энергиями абсолютной чистоты которые соответствуют энергиям жизни то эти твари они находятся абсолютно в противоположном волновом диапазоне и их волны это вот перед это не просто смерть вот идет смерть волна называется да противоположная а это еще дальше то есть это абсолютная густота после них уже там уже ничего нет там жизни нет и смерти нет и ничего нет и я вижу что сейчас это хочу рассмотреть то что я видела перед этим вот вот это воздействие идет с трех сторон то есть идут вот эти колдуны а колдуны колдуны разных мастей как бы они себя не называли бы да там ведуньи это эзотерические секты которые напрямую подключены к этим черным энергиям и особенно те секты которые завязаны на энергии денег и власти все секты которые пропагандируют жесткие жесткие методы то есть по методам которые проводятся внутри этой секты неиз независимо от того что они говорят конечно же например нападение клевета подлог подтасовка перепад это используют эти колдовские секты это черные колдуны они могут себя называть ангелами света воинами света богинями царицами царицы это я не знаю какие родословные разные то есть подтасовка идет идет борьба за власть на самом деле на физическом плане никаких царей нет которые боролись за свою власть это борется за власть вот это внеземная власть вот эта цивилизация которая которой нужны люди которых она использует как пустые сосуды в которые они эта цивилизация наливает свою черную энергию и использует а потом выбрасывает то есть этим людям колдунам черным нужно было бы сейчас пока есть время ополниться и спасать свою душу потому что их никто не 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 пощадит у них такого в планах нет вот то есть идет вот эта колдовская власть и она именно вот поддерживает эти эгрегоры я не хочу сказать что это масонская потому что это очень узко будет а пирамида на самом деле это не масонская пирамида масоны одни из скажем так и масоны масоном тоже разница вот и это специально идет такое сопоставление чтобы запутать всех точно так же как есть чистые эзотерические школы которых на самом деле очень мало на самом деле их даже может и нет есть просто я вижу не школы а как светящиеся звезды в этом черном мире которые светят вот там 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 то есть эти скажем так островки истины которые помогают которые освещают это черное и которые помогают таким же светлым увидеть этот путь это очень интересно я не буду это описывать как вот то есть я так хочу найти есть ли школы эзотерические чистые или религии которые буквально приводят к освобождению к первоисточнику мне нету 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 я вижу только вот эти как звезды я прямо слышу люди звезды не потому звезды что они известные ну понятно известны я сейчас сказал звезды известны это как бы тоже перевертыш такой потому что это переориентировали переориентируется внимание людей на ложные звезды они показывают как я буквально увидела как будто бы небо искусственная и идет голограмма вот эти звезды они вот как на кино в кино крутят но звезды не потому что они а потому что они разбросаны как звезды поэтому определяется вижу это идет как будто бы не на небе а на земле наоборот эти люди не на небе находятся я вижу что это звездное небо образно говоря находится на земле среди людей то есть они ничем не отличаются они такие же как все но они источают вот эту истину этот свет божественный первоисточника и другие люди у них буквально идет связь с первоисточником их оружие это их душа их светлая душа и другие такие же они буквально тянутся на этот свет но они тянутся не на самого человека вот это в эфирном пространстве интересно то есть человеку я вижу гипотетического человека светлого эту звезду и у этого человека вот как идет свет который соединяет луч этот с первоисточником это одно и то же то есть в нем свет первоисточника та же энергия а другие люди смотрят такие же как он и они притягиваются и притягивается не к человеку как в эгрегорах а притягивается вот к этому лучу божественной чистоты и сами становятся тоже такими же чистыми и как звезды очень интересно вот я вообще вот это звезды они все на земле звезды на земле а вот это небесные звезды это все шоу-бизнес это политика это вся грязь это все мишура это все просто я вижу такие как голограмма то есть это неестественно его на самом деле нет и этих звезд нет и сейчас четко видно вот это различие эгрегоров вот и истинного света и сейчас я смотрю раз вернулась свою картинку я вижу вот это воздействие идет на эфир воздействие вот это этих скажем сект это эти секты все они все вместе они создается вот я вижу образ грязной проститутки вот это вся пирамида это как проститутка не буду описывать то что я сейчас вижу конечно но она направляет весь свой взгляд и похоть на эту тварь вот и сейчас я вижу почему они завязаны на энергии денег потому что энергия денег это энергия жизни связанная с нашим воплощением физическим с физическими законами они скачивают от людей эту энергию чтобы отдать этой твари эту похотливую энергию это энергия разврата это гнилая энергия потому что перерабатывая эту энергию внутри этой секты они отдают уже этой твари все самое худшее потому что тварь включает в руководителях этих сект они включают свои механизмы они включают свои механизмы и человек уже сам себе не принадлежит ему навешивает уже стереотипы стереотипы поведения эти энергии черные которые человек уже не может справиться с ними и идет воздействие непосредственное от этой твари это третье это третье воздействие то есть эти два первые это были вспомогательные это то как людей замануть потому что хоть они и не придерживаются вот эта тварь она не придерживается законов нашей чистой вселенной она попирает все правила и все законы и поэтому мы имеем возможность противостоять этой тварюке потому что мы должны это знать ее методы и уличать уличить ее в этом и отвергать эти воздействия потому что тех которых она заманила своей сети на них идет воздействие от самой твари с помощью это уже идет как мне переходит как генетическая волновая генетика генетическая инженерия то есть сюда уже подключается волновое воздействие потому что генетика в своей основе имеет эфирные днк все живое и неживое с нашей точки зрения но на самом деле в вселенной все живое и даже предметы которые мы думаем что они не живые они тоже это имеет свое эфирное днк поэтому человек находясь в эфирном пространстве а мы и есть одно целое мы не отдельно от нашего космоса от нашего эфирного пространства мы неотъемлемая часть всего сущего во вселенной и через нас все эти энергии проходят и мы все это считываем мы как супер компьютеры сами в себе и идет вот это воздействие мне приходит генная мутация как мы еще называем гибридизация это все идет волновым воздействием через волны то есть человек вот сегодня я вспомнила мне написала одна женщина что она только переписывалась с еленой и уже не может несколько ночей спать чувствует страшные атаки и это именно так то есть они попирают все законы нашей вселенной они просто нагло вторглись можно сказать что их черная матрица буквально с помощью технических воздействий это 5g и с помощью черных полдунов то есть священники высоких рангов это все те кто находится в пирамиде власти любой политической или религиозной вот эти все религии секты эзотерические секты которые создаются как грибы буквально я вижу почему грибы потому что это их энергия энергия спор считывается все люди которые попали в эти секты они болеют они болеют и потом они все умрут от онка грибы потому что они берут на себя эту энергию ее принимают внутрь века посмотри гипотетически сколько у них времени сколько им жизни отмерено скажем так этой твари я прямо услышала два дня но я не знаю каких два дня два дня это это наши два дня или космические два дня ну вряд ли наши ну а что значит космические два дня я не знаю так услышали я вижу что время у нас отличается от того времени которое там у нас нет 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 давай на счет 3 тебе придет ответ именно по нашему времени сколько таким людям отмерено времени этой тварью один два три тоже идет вопрос на что отмерено на жизнь пока они не умрут от онко допустим мне почему-то приходит полгода но это не только от онко это как одно из я слышу что будут собираться они забираются земля очищается эти люди забираются идет естественный отбор эта тварь буквально пожирает тех кто не сопротивляется а наоборот всех тех кто радуется ее приходу то есть те кто принял я я вижу что буквально они берут и черную звезду на голову себе вот между глаз как третий глаз они берут эту звезду себе на лоб как какое-то знамение как знак того что они поддерживают ее гнилую власть ее методы я слышу управление ну оно так есть и сейчас я вот эти да мне приходит сразу их методы это собирать группы собирать компромат уничтожать своих оппонентов ложь провокация магия это все то что они используют и мы это на себе испытали уже целый месяц какие методы они применяют по отношению и к нам и к людям которые даже просто постучались к ним то есть здесь уже идет схватка не не на здесь просто схватка и идет борьба за за жизнь или смерть они борются за смерть а мы должны отвоевать свое право жить потому что мы находимся на своей территории и сейчас фактически каждый должен никто ничего никому не должен во вселенной в нашей по крайней мере все происходит добровольно никакого дядечки судьи где-то там нет никто никого судить не будет своими поступками каждый сам себя или оправдает или засудит каждый человек который примет это знамение этого зверя на свое чело наговоря а это означает что он принимает его технократическое правление как свое он его признает как своего я слышу как свою мат мат так и звучит и он буквально заходит в это черное пространство и подписывает документы то есть он добровольно отдает себя этой черной машине почему говорю машина потому что это похоже на фабрику здесь задействованы вот эти механизмы и сейчас я вижу что эти она выглядит как такие жернова и вот эти сейчас вижу картины по всему миру где выставляются вот эти вот как ватикане эти скульптуры они разные показывает внутри эти жернова эти кубы на самом деле я вижу что это этот куб символизирует то кубическое пространство которое своим энергетическим ДНК эфирным ДНК укладывает эфир в кубы и для каждого для каждой живой души уже приготовлен такой куб и просто его туда выкладывают но они не могут это сделать без согласия самого человека который все еще должен определиться кому он принадлежит то ли светлой вселенной то ли этой черной все пожирающий тьме и каждый человек который соприкасается который принимает правила игры этой тьмы помещается в этот куб и вот эти жернова они символизируют вот эти кубы которые там внутри находятся как зубья они символизируют именно этот механизм воздействия и механизм уничтожения нашей цивилизации каждый на самом деле будет уничтожен как бы он увлекается своими похотями и страстями и идет на сделку с этими энергиями в надежде что получит какие-то преференции этим людям уже спасения нет потому что они добровольно подписали себе приговор они вот это я вижу я думала раньше что это за такой образ судьи с молотком а вот что это это каждый человек сам себе приписыв подписывает разговор и вот эти структуры они фактически показывают как внедряется эта структура в нашу структуру через эти вихри через эгрегоры и это все показано и я вижу что эту огромную медитацию на миллион человек это именно идет они смеются это предупреждение они расставили эти знаки везде по всей планете здесь эти мухи или муравьи их полно по всей планете эти скульптуры из железа которые изображают здесь эти яйца здесь эти квадраты эти квадраты они буквально показывают эти кубы что это все эгрегориальные искусственные системы и людей будут забирать в эту через эти эгрегоры и вот эти медитации это часть глобального обмана это часть этой мясорубки куда увлекаются люди и получается так что будут осуждены системы система вот эта черная система зла и все что будет там внутри оно будет уничтожено по определению я слышу определению а кто определил я вижу свет определил что тьма не имеет права на существование и каждый кто находится то есть получается так что осуждение и приговор получила тьма этот антимир и их система управления но каждый кто находится внутри он сам самостоятельно и добровольно выбрал свою участь да каждый сделает выбор сам и вот так получается да хорошо хорошо все понятно и я только вот подумала а что же нас ждет и я вижу что когда определятся все то есть каждая душа живого существа она так цена я вижу буквально что это выглядит как вся вселенная вот как единый организм вот как человек и он не может отсечь свой мизинец вот и и сказать что он ему не нужен то есть он но он вынуждена я сейчас вижу как будто бы на ноге гангрена и он вынужден отсечь гангрену чтобы спасти весь организм и таким образом идет очень сильная борьба за душу за светлую душу каждого человека но каждый должен выбрать сам каждый должен сделать выбор сам это и есть апокалипсис хорошо я вижу это вот апокалипсис на самом деле вот это пойдет разделение и когда все определятся я вижу буквально как появляется какая-то зона какое-то время наверно такого безмолвия такая энергия идет и потом после этого какого-то времени какого-то непонятного оно будет люди тоже будут чувствовать себя плохо вот эти светлые но они уже отделятся от тьмы и останутся только те кто принял сторону света и сначала они будут чувствовать плохо себя потому что они будут чувствовать эти вибрации которые будут расходиться как бы в две стороны это как магнит пройдет и с этой стороны этот магнит будет отталкивать всех свет а люди тоже будут чувствовать на физике будут чувствовать физическое давление я вижу что они будут как бы на голову сначала чувствовать давление на голову хватаются за голову то есть какое-то замешательство но потом они увидят свет и этих сюда отталкивает а этих вот туда отталкивает и тьма начинает превращаться она теряет свою черноту теряет свои черные вибрации это означает что она утрачивает свою силу что она утрачивает и она и вот это энергия которая как магнит она отдаляется дальше 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 эту тьму и ее поглощает внутрь наша вселенная поглощает это не наша вселенная это другая это наша вселенная но это не наш это воздействие вот это которое противостоит это можно оно имеет энергию антивируса это энергию этого иммунитета на это зло то есть это можно назвать по-любому иммунитет силы противостояния по-другому можно назвать но уничтожает этот и происходит взрыв там внутри и это источник этого глобального зла он уничтожается происходит взрыв а там где взрыв там выходит совершенно другая то есть идет переработка и взрывается эта тьма этот антимир и он прекращает свое существование идет перерождение и и потом все уходит это оно все уходит в как бы как в какой-то туннель то есть во вселенной есть разные пространства и вся вселенная или много вселенных это так интересно жалко что я не физик я не могу описать все эти процессы и все эти что я там вижу ничего у нас еще будет время да хорошо хочешь что-то еще посмотрим я вижу что мне интересно что же люди я вижу как человечество но меня же в первую очередь человечество интересует потому что это я тоже человек я вижу как люди приходят к свету первоисточника и такое такая идут такие вибрации и такие картины как маленькие дети любят своего родителя или своего учителя и они буквально обнимаются и мир примиряются то есть это идет примирение примирение с нашим светом с нашим первоисточником а это называют это идет в начале примирение собой потому что мы внутри себя имеем эту божественную искру эту частицу отца первотворца первоисточника источника жизни внутри себя и примирившись с собой мы примиряемся со всеми светлыми законами светлых вселенных мы примиряемся с этим источником жизни и становимся сами жизнью с на этом закончить потому что настолько прекрасные вибрации я сейчас хотела бы вот эти вибрации примирения с первоисточником эту информацию об этих энергиях примирения перенести в наше настоящее чтобы каждый получил каждый живущий на земле абсолютно каждый чтобы он получил информацию информации и чтобы он эту информацию смог определить и смог оценить и сделать свой выбор я вижу как идет разделение как люди я раздаю эту информацию эту энергию жизни но одни отвергают а другие буквально ловят ее подпрыгивают чтобы достать то есть сделают какие-то усилия чтобы получить ее я наполняюсь этой энергией вся энергией жизни энергией абсолютного да я признаю что я приверженец света я тебя зову сюда наполняйся этой энергией эта энергия дает силу сопротивляться злу я наполняюсь этими энергиями я чувствую что это нужно каждому да раздаем раздаем эту энергию пусть люди знают в какой стороне где искать жизнь а на каждом из нас нужно услышать свою душу зов к жизни чтобы отторгнуть все это чужое это не наше то что они пытаются нам навесить какие-то якобы грехи это их грехи это их методы выискать у нас какие-то изъяны нас нет никаких изъянов светлый человек священный святой и чистый пусть себе забирают все всю карму которую они пытаются на чистого светлого человека навесить все отдаем им пусть эта тьма заберет с нашей планеты с наших пространств с нашей вселенной все то зло которое она притаскала по себе забирая все воздействия по себе забирая всю свою карму мы отказываемся принимать свои пространства то что не принадлежит жизни чувство вины чувство ответственности мы все это убираем мы ответственны только за себя за свою жизнь и таким образом спасая свою жизнь не ценой других а ценой переосмысления осознания ценой расширения и понимания того что спасая себя ты можешь наполниться этой энергией раздать информацию насытить пространство этим светом и таким образом спасется мир но никак не наоборот потому что во вселенной работает все по ее законам и если законы кто-то думает переменить то они не переменятся эгрегоры работают во зло человечеству во зло жизни а свет распространяется от каждого отдельного индивидуума пространство и сливается чем больше нас светлых тем больше это пространство света распространяется я передаю информацию каждому живущему на земле чтобы каждый светлый человек который чувствует себя чем-то виноватым пусть он выбросит эти энергии пусть он отдаст это навязанное чувство вины которая навязывается этими сектами на всех уровнях пусть все надаст все то зло которое нам навязывает пусть она уходит пусть забирают это те кто это делает пусть каждый откажется от колдовства и от черной магии пусть каждый отдаст все то зло и все эти магические воздействия тем кто этим занимается всем колдунам пусть откат сейчас получит каждый колдун который вторгается нагло и бесцеремонно в пространство и в жизнь другого человека и не боится кармы пусть получит свою карму пусть каждый кто кому пытаются переложить свою черную карму отдаст эту карму тем кто пытается это сделать и кто это делает пусть эта информация распространяется по всем народам по всем пространствам по всему пространству нашему эфирному нашей светлой вселенной и пусть эта информация структурирует пространство распространяет свет добра жизни процветания благополучия потому что наша вселенная цветет и благоухает и только на нашей планете в нашей галактике беспредел из-за предателей из-за тех людей которые думают только о своем физическом теле но забыли что они смертны что физическое тело смертно а душа бессмертна и она живет вечно если придерживается законами законов жизни пусть они вспомнят это и пусть каждый выберет жизнь чтобы он жил и чтобы жили его потомки да именно от имени всех живущих светлых отдаю все колдовство колдонам отдаю всю карму навязанную кормиста пусть себе забирает наши мы живем на своей территории это наша чистая вселенная и здесь работают наши законы так есть и так будет всегда хорошо хорошо на этой позитивной ноте будем заканчивать да да хорошо 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 хорошо